300 лет отделяют нас от того знаменательного дня, когда был подписан указ, положивший начало истории Отечественной прокуратуры. Страна в то время входила в эпоху масштабных преобразований, и без создания специального надзорного института было бы невозможно обеспечить соблюдение режима законности на всей территории государства российского. За три столетия вместе со всей страной прокуратура прошла сложный тернистый путь, но она всегда оставалась оплотом державы, которая обеспечивает порядок и стабильность. Словно перелистывая славные страницы прошлого, выставка рассказывает о плеяде руководителей ведомства, видных государственных деятелях и мудрых законниках. Среди них Ягужинский, Шаховской, Вяземский, Державин, Дмитриев, Лобанов-Ростовский, Хвостов, Руденко, Рекунков, Трубин и многие другие. На выставке представлено более 320 уникальных экспонатов, как подлинных предметов, так и представленных в мультимедийных программах. Это документы из фондовых коллекций Государственного Центрального музея современной истории России, Государственного исторического музея, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного исторического архива, а также из частных фондовых коллекций Александра Звягинцева, Сергея Руденко и Михаила Мерджанова. Организаторы выставки – Министерство культуры Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации и Государственный центральный музей современной истории России. Проект реализован автономной некоммерческой организацией дополнительного образования Центр народного просвещения. Руководитель проекта, автор сценарной экспозиции – Александр Звягинцев. 12 января 1722 года император Петр I подписал именной высочайший указ, положивший начало созданию Российской прокуратуры. Она создавалась как орган императорской власти, предназначенный для повсеместного и постоянного надзора от имени этой власти и по ее поручению, за всеми решениями правительствующего Сената, а также других центральных и местных государственных учреждений. «Вот мое око, коим я буду все видеть. Он знает мои намерения и желания. Что он заблагорассудит, то вы исполняйте». Так говорил Петр о новой должности генерал-прокурора. При создании прокуратуры Петр Великий опирался на правовой опыт ведущих европейских держав. В 1717 году, во время двухлетнего турне по Западной Европе, император Российский посетил столицу Франции. Во время посещения монетного двора в Париже русскому царю была препонесена золотая памятная медаль, отчеканенная в его присутствии. Первым генерал-прокурором в отечественной истории стал граф Павел Иванович Ягужинский. Его служба на посту генерал-прокурора характеризовалась активной борьбой со взяточничеством и тщательным подбором кадров. Подобно тому, как генерал-прокурор был оком государя, все подчиненные ему чины прокурорского надзора были оком генерал-прокурора. Прокуроры при коллегиях на дворных судах и других учреждениях, губернские прокуроры были независимы от местных органов, действовали именем генерал-прокурора под его непосредственным руководством. После смерти Петра, вперед дворцовых переворотов, прокуратура то приостанавливала свою деятельность, то снова ее возобновляла. Генерал-прокурорами в этот период были Никита Юрьевич Трубецкой и Яков Петрович Шиховской. Неоднозначное отношение монархов к органу надзора сказывалось как на статусе прокуроров, так и на характере их деятельности. Однако при Екатерине II прокуратура вновь становится важнейшим органом государственного управления. Назначая на должность генерал-прокурора князя Александра Алексеевича Вяземского, императрица собственноручно написала для него секретнейшее наставление. В этот период происходит размежевание российской прокуратуры на центральную и местную. Сенатская прокуратура все более становилась органом управления государством. Губернский прокурор находился отныне в двойном подчинении генерал-прокурора и местного губернатора. Губернская прокуратура охватывала множество сфер деятельности, от надзора за исполнением законов органами местной администрации до участия в гражданском и уголовном судопроизводстве. В 1802 году, в период правления Александра I, прокуратура стала тем фундаментом, на котором было создано Министерство юстиции. С этого момента и до 1917 года министр юстиции являлся одновременно и генерал-прокурором. Первым министром юстиции в российской истории стал знаменитый поэт Гавриил Романович Державин. Для прокурорского надзора большое значение имело издание в 1830 году полного собрания законов Российской империи, содержавшего узаконения, принятые более чем за три века. Важнейшую роль в подготовке этого издания сыграл реформатор и законотворец Михаил Михайлович Спиранский. В 1856 году высочайшим указом императора Николая I был регламентирован внешний вид и форма одежды всех служащих Министерства юстиции, от министра и губернских прокуроров до канцелярских чиновников. На выставке экспонируются рисунки новых мундиров, а также образцы новой формы губернского прокурора и министра юстиции. Изменения судебной системы стали одним из важнейших событий царствования Александра II и эпохи великих реформ 1860-70 годов. «Правда и милость доцарствуют в судах», предвосхищая основные идеи судебной реформы, писал Александр II в манифесте от 19 марта 1856 года. Изменения судебной системы коренным образом изменили их характер работы прокуратуры. Основная тяжесть процесса реформирования выпала на министра юстиции и генерал-прокурора Дмитрия Николаевича Замятнина, а также на правоведа Сергея Ивановича Зарудного. По предложению Зарудного основные положения будущей реформы были опубликованы для широкой общественности, а всем желающим было предложено внести свои предложения и замечания к законопроекту. 20 ноября 1864 года Александр II подписал судебные уставы, состоящие из четырех положений. Учреждения судебных остановлений, устав уголовного судопроизводства, устав гражданского судопроизводства и устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Решение о виновности или невиновности подсудимого определяли отныне специально избранные присяжные заседатели. Основным направлением деятельности послереформенной прокуратуры стали участие в судопроизводстве и надзор за следствием. Прокурорам было предоставлено в частности право возбуждать дисциплинарные дела, связанные с профессиональной деятельностью адвокатов. Великие реформы вызвали небывалое оживление общественной жизни в России. Уже в 60-е годы XIX века сложились первые революционные организации, состоящие преимущественно из радикально настроенных представителей интеллигенции. А в конце 1870-х годов была образована революционная организация «Народная воля», вставшая на путь непримиримой борьбы с правительством. 1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге император Александр II был смертельно ранен террористами-народовольцами. Вскоре после покушения руководители народной воли были арестованы, преданы суду и приговорены к смертной казни. Особое место на выставке занимает фигура Анатолия Федоровича Кони – юриста, судьи, государственного и общественного деятеля, литератора. С 1866 года Кони служил на различных судебных должностях – секретарем, помощником, товарищем прокурора. В 1878 году Кони председательствовал на процессе по делу народницы Веры Засулич, обвиненной в покушении на петербургского городначальника Федора Трепова. Анатолий Кони последовательно отстаивал принципы судебной реформы 1864 года – гласность судебного разбирательства, равенство сторон, недопустимость ущемления прав обвиняемых. Выступал за гуманизацию пенитенциарной системы и за расширение юрисдикции суда присяжных. Поддерживал отмену смертной казни. Начало XX века ознаменовалось вступлением России в Первую мировую войну и революционными событиями. В этот период в России начали действовать военно-полевые суды без участия прокурора и военно-окружные суды, в работе которых прокурор участвовал. Введение военно-полевых судов было поддержано министром юстиции и генерал-прокурором России Иваном Григорьевичем Щегловитовым. Под руководством Щегловитова также велась разработка законов об условно-досрочном освобождении и условном осуждении подсудимых. Хорошо понимая ценность научной экспертизы для расследования преступления, Щегловитов учредил первую в стране судебно-фотографическую лабораторию и инициировал учреждения кабинетов научно-судебной экспертизы. Начало 20 века также ознаменовалось для России серией крупных судебных процессов, которые получили широкую огласку и вызвали бурные обсуждения в обществе. Дело Бейлиса, судебный процесс 1913 года над киевским приказчиком иудейского вероисповедания Менахемом Бейлисом по обвинению в убийстве 12-летнего мальчика Андрея Ющинского. Процесс вызвал значительный резонанс во всем мире и расколол российское общество. Убийство расследовалось как обычное уголовное преступление, однако количество ран на теле, их было 47, породило слухи о ритуальном характере убийства. Часть российской интеллигенции поддержала эту версию, другая же расценила ее как провокацию, нацеленную на разжигание межконфессиональной розни. Суд присяжных в итоге подтвердил ритуальный характер убийства, однако признал Бейлиса невиновным в этом преступлении. Истинный виновник убийства остался неизвестным. Еще одним резонансным судебным процессом 1910-х годов стало так называемое дело Рубинштейна. Дмитрий Львович Рубинштейн был одним из самых влиятельных банкиров и финансистов своего времени, состоял в дружбе с правящими кругами страны и в том числе со старцем Григорием Распутиным. Однако в июле 1916 года Рубинштейн был арестован по подозрению в пособничестве Германии, в том числе в продаже германским магнатам акций российских предприятий. В суде дело вел прокурор Петроградской судебной палаты Сергей Владиславович Завадский. 6 декабря 1916 года Рубинштейн был освобожден из-под стражи. Причины его освобождения до сих пор остаются невыясненными. Однако дело Рубинштейна вызвало большое оживление в российском обществе и прессе. Еще одним громким судебным процессом начала 20 века можно назвать дело Владимира Александровича Сухомлинова, военного министра. В апреле 1916 года Сухомлинов был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением и измене Родине. Несмотря на противодействие правительства, министр юстиции Александр Алексеевич Хвостов не приостановил разбирательство. Сухомлинов был по решению суда снят с военной службы, лишился должности и был помещен под домашний арест. В февральская революция, падение монархии, гражданская война внесли свои коррективы в работу судебных органов и прокуратуры. После февральской революции 3 марта 1917 года Александр Федорович Керенский официально принял от временных комиссаров дела Министерства юстиции и временного правительства. При Министерстве юстиции была образована комиссия по восстановлению основных положений судебных уставов 1864 года и согласование их с произошедшими переменами в государственном устройстве. Малоизученной страницей отечественной истории остается деятельность органов прокуратуры в период гражданской войны на территориях неподконтрольных советской власти. Прокуратура здесь была основана на принципах, заимствованных из имперского законодательства и в принципе сохраняла свою дореволюционную структуру. Органы прокуратуры действовали и функционировали на территориях подконтрольных комитету членов Всероссийского учредительного собрания, Временному сибирскому правительству, Верховному правителю России и Вооруженным силам Юга России. Так Владимир Дмитриевич Набоков, отец знаменитого писателя, служил министром юстиции в Крымском краевом правительстве в 1918-19 годах. Особое место в отечественной истории занимает расследование обстоятельств убийства царской семьи. Расследование убийства Николая II и членов его семьи в 1918 году началось практически сразу же после занятий Екатеринбурга белыми войсками. Особая роль в организации этого расследования принадлежит Верховному правителю России адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, который возложил общее руководство следствием на главнокомандующего Западного фронта генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитрихса. Расследование на месте событий было прекращено 11 июля 1919 года, когда глава специальной комиссии по расследованию Николай Алексеевич Соколов покинул город, в который через несколько дней вошла Красная Армия. Соколову удалось вывести из России следственные материалы и часть вещественных доказательств и в эмиграции опубликовать основные результаты расследования. 19 августа 1993 года расследование по делу гибели царской семьи было возобновлено по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Валентина Георгиевича Степанкова. Однако несовершенство технических методов не позволило тогда получить ответы на все вопросы. В 2015 году следствие было возобновлено вновь. Уже в этом году будут представлены результаты нового расследования. После революции 1917 года советская власть приступила к масштабным изменениям общественного устройства страны, в том числе и ее судебно-правовой системы. Одним из первых, Совет народных комиссаров, принял декрет о суде номер один, которым была упразднена Российская прокуратура. Обязанности по исполнению судебной и надзорной функций, ранее возлагавшейся на органы прокуратуры, были перераспределены между различными органами государственного управления. В ЦИК, ВЧК, Народные комиссариаты. Однако в 1922 году по настоянию Владимира Ильича Ленина была создана Государственная прокуратура РСФСР. В письме о двойном подчинении законности Ленин теоретически обосновал необходимость единой законности для всего советского государства. Цитирую. «Законность не может быть калужская и казанская, а должна быть единая всероссийская и даже единая для всей Федерации Советских Республик». Конец цитаты. Первым прокурором РСФСР стал Дмитрий Иванович Курский. В 1923 году была также учреждена прокуратура Верховного Суда СССР, а с 1933 года – прокуратура СССР. Наряду с выдающимися успехами и прорывами в деле строительства нового общества в истории СССР были и трагические страницы. К ним относится и период массовых репрессий 1930-х годов. После убийства крупного советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова 1 декабря 1934 года было опубликовано постановление ЦИК СССР, установившее, что по делам о террористических организациях и терактах против работников советской власти следствие должно заканчиваться в срок не более 10 дней, а обвинительные заключения вручатся за сутки до рассмотрения дела в суде. Эти дела теперь слушались без прокурора и адвоката, по ним не допускались ни касационные обжалования, ни подачи ходатайств о помиловании. Приговор высшей меры наказания приводился в исполнение немедленно после его вынесения. Под маховик репрессий попали многие советские граждане. Партийные работники, служащие, представители интеллигенции и сотрудники прокуратуры. Так, по обвинению в саботаже советской судебной системы и контрреволюционной деятельности, была арестована и расстреляна исполняющая обязанности генерального прокурора РСФСР Фаина Ефимовна Нюрина. Своей вины она не признала. Была посмертно реабилитирована в 1956 году. Были арестованы и сосланы в закрытые конструкторские бюро, так называемые «шарашки», ракетный конструктор Сергей Павлович Королев и авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. На крупнейших политических процессах второй половины 1930-х годов об антисоветской деятельности Пятакова, Радека, Бухарина, Рыкова государственное обвинение представлял лично прокурор РСФСР Андрей Януаревич Вышинский. Многие сотрудники прокуратуры пытались бороться с нарушениями в работе правоохранительной системы. Об этом свидетельствует представленное в экспозиции письмо прокуроров члену Политбюро ЦК ВКРБ Жданову о негативных явлениях в деятельности органов прокуратуры и НКВД. В годы Великой Отечественной войны в число важнейших задач советской прокуратуры входил надзор за обеспечением военных поставок, организация помощи фронту, укрепление тыла, надзор за размещением и восстановлением эвакуационных предприятий. Большое внимание работники прокуратуры также уделяли борьбе с беспризорностью и преступностью несовершеннолетних. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 года были введены классные чины для следственных работников советской прокуратуры. А с 1946 года должность руководителя прокуратуры была переименована. Он стал именоваться Генеральный прокурор СССР. Особое место на выставке уделено роли советских прокуроров в организации международных судебных процессов над немецкими и японскими военными преступниками после окончания Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге 1945-1946 годов стал первым в мировой истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба всего правящего режима нацистской Германии, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей, финансистов и промышленников. Главным обвинителем от СССР на процессе был прокурор Украинской Советской Республики Роман Андреевич Руденко, впоследствии ставший Генеральным прокурором СССР. Международный военный трибунал для Дальнего Востока 1946-1948 годов, он же «Токийский процесс», вынес приговор японским военным преступникам и принял постановление о преступном характере политики японского правительства в ходе Второй мировой войны. Обвинителем от СССР на процессе выступал правовед Сергей Александрович Голунский. Закон о присвоении прокурору СССР наименование Генерального прокурора СССР был принят в марте 1946 года в целях повышения влияния органов прокуратуры на обеспечение режима законности в Советском государстве. После смерти Иосифа Сталина и осуждения культа личности начался процесс демократизации жизни в стране, в том числе и ее судебной системы. Уже в 1955 году Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о прокурорском надзоре, согласно которому высший надзор за исполнением законов всеми государственными и общественными учреждениями, должностными лицами, а также рядовыми гражданами возлагался на Генерального прокурора СССР. Особую роль в пересмотре уголовных дел по политическим преступлениям и реабилитацией невинно осужденных играли органы прокуратуры. К 1961 году были реабилитированы по разным подсчетам, в том числе посмертно, от 500 до 800 тысяч человек. Генеральный прокурор СССР с 1948 года Роман Андреевич Руденко в своих выступлениях последовательно отстаивал идеи необходимости и обязательности советских законов для всех граждан государства. Недопустимость противопоставлять законность и целесообразность. Не менее последовательно Руденко защищал и идею процессуальной независимости прокуроров и следователей. На выставке экспонируется кортик, подаренный Роману Руденко сотрудниками польской прокуратуры. Конституция СССР 1977 года содержала специальную главу о прокуратуре, главу 21, что подчеркивало особый конституционный статус надзорного органа. На основе Конституции был разработан закон о прокуратуре СССР 1979 года. В соответствии с этим законом к основным направлениям деятельности прокуратуры был отнесен высший надзор за точным и единообразным исполнением законов. Законом устанавливалось право законодательной инициативы генерального прокурора СССР и его ответственность и подотчетность Верховному Совету СССР, а в перерывах между его сессиями – Президиуму Верховного Совета. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов провозгласил курс на укрепление порядка в стране, борьбу с коррупцией и повышение ответственности должностных лиц за принимаемые решения. Появилась возможность возбудить и расследовать целый ряд коррупционных дел, к примеру, так называемое «хлопковое дело» 80-х годов, связанное с коррупционными схемами в руководящих органах Узбекской Советской Республики. Всего по этому вопросу было возбуждено 800 уголовных дел. 23 апреля 1985 года состоялся пленум ЦК КПСС, где был взят курс на перестройку советского общества. Начался период глубоких экономических и политических реформ. Однако предпринятые правительством меры не дали нужного эффекта. В стране продолжался спад производства, рос государственный долг, сворачивались социальные программы, росли сепаратистские настроения. Наступил глубокий кризис советской системы. А сотрудникам прокуратуры в этот период пришлось расследовать ряд громких уголовных дел. Одно из них было связано с произошедшей 26 апреля 1986 года крупнейшей техногенной катастрофой – взрывом на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Для проведения расследования ее причин необходимо было изъять находившееся в здании электростанции документацию, установить и допросить всех лиц, находившихся на территории станции в момент аварии. За грубые нарушения правил ядерной безопасности сотрудниками Чернобыльской районной прокуратуры и их коллегами из прокуратуры СССР и прокуратуры Украинской Советской Республики были осуждены и привлечены к ответственности 6 человек. Для решения задач, возникших после аварии, в начале мая 1986 года была создана Вахтовая прокуратура Чернобыльского района, занимавшаяся надзором за исполнением законов об охране здоровья граждан, работающих и проживающих в зоне аварии, о выплате им компенсаций и предоставлении льгот. В конце 1980-х годов усилились тенденции децентрализации прокуратуры. 5 ноября 1991 года было принято постановление об образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР, создавшее единую и фактически новую систему органов прокуратуры. После распада СССР начался процесс формирования новой российской государственности. В 1992 году был принят закон о прокуратуре Российской Федерации, заложивший основы работы прокуратуры на современном этапе истории. Правовой статус Российской прокуратуры был закреплен в Конституции РФ 1993 года, в который в 2020 году были внесены поправки. 90-е годы XX века характеризовались непростой обстановкой внутри страны. На фоне обострения социально-экономического положения резко вырос уровень преступности, большую опасность представляли организованные преступные группировки, борьбе с которыми уделялось повышенное внимание со стороны правоохранительных органов. Особое место на выставке занимает фигура Юрия Григорьевича Керезя, теоретика и практика уголовного права, следователя по особо важным делам военной прокуратуры Краснознаминска. В 1998 году Керезе было поручено сложное уголовное дело, возбужденное по факту организации так называемых Ореховской и Медведковской банд, крупных преступных сообществ, членами которых было совершено в период с 1993 по 2001 годы более 50 убийств и других особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской и Владимирской областей, Украины и Греческой республики. Несмотря на регулярно поступавшие со стороны этих банд угрозы, Юрий Керезь скрупулезно собрал и проанализировал свод доказательств, свидетельствующих о том, что в Одинцовском районе Московской области действует крупная преступная группировка. Благодаря инициативе Керезя ряд членов этих преступных сообществ удалось привлечь к уголовной ответственности. 20 октября 1998 года Юрий Керезь был убит в подъезде собственного дома. Прокурор посмертно удостоен Ордена Мужества. Евгений Федорович Григорьев, сотрудник прокуратуры Саратовской области, прокурор области вперед с 2006 по 2008 годы. В 90-е годы курировал работу межведомственной оперативно-следственной группы «Кобра», прославившейся тем, что она фактически разрушила организованные преступные группировки, внедрившиеся в важнейшие экономические структуры Саратовской области. Благодаря работе Григорьева удалось отправить в места лишения свободы более двух сотен членов организованных преступных сообществ. Убитый 13 февраля 2008 года, Григорьев посмертно удостоен Ордена Мужества. На современном этапе развития Российской Федерации значение органов прокуратуры только возрастает. В ее задачи входит охрана принципов Конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, координация деятельности государственных органов. С 22 января 2020 года прокуратура Российской Федерации возглавляет член Совета безопасности Российской Федерации и член Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции Игорь Викторович Краснов. 1 июля 2021 года федеральный закон закрепил за Генеральной прокуратурой функции по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в международных организациях, иностранных и международных судах, в том числе третейских судах. На современном этапе Российская прокуратура является важнейшим правовым инструментом для дальнейшего укрепления российской государственности. Именно прокуроры защищают права и свободы граждан, интересы государства, стоят на переднем крае борьбы с экстремизмом, сепаратизмом, коррупцией. Будучи последовательными защитниками законов, прокуроры защищают как государственные интересы, так и фундаментальные основы нашего общества.